Карантин серьезно ударил по карману казахстанцев. Цены на продукты взлетели на 11% и максимальную стоимость зафиксировали в марте и апреле. Именно в это время в стране ввели чрезвычайное положение. Власти говорили, беспокоиться людям не о чем, социально значимые товары не подорожают, на них даже установили предельные цены, но те почему-то все равно поползли вверх. Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился до 10,7%. Это является максимальным значением с октября 2016 года и продолжает выносить свой вклад в инфляцию. И вот инфляция, по мнению главы Натсбанка, может превысить все прогнозы. На этот и следующие годы был установлен коридор в 4,6%, но по последним данным эта цифра может дойти до 8,5%. Неудивительно, что в этой ситуации казахстанцы все больше влезают в долги. Копить просто не получается. В счетном комитете заметили, люди тратят на продукты половину своей зарплаты. И вот, как выяснила наш корреспондент Дамир Абдрахманова, казахстанцы уже берут еду в долг, причем некоторые умудряются это делать в ресторанах. Здесь в холодильнике вот еда моя. Не на весь день, но это один из моих приемов пищи. Тщательно следить за питанием Эльдара Жетов привык с самого детства. Мужчина всю жизнь посвятил спорту. И вот уже 11-й год работает тренером в одном из столичных фитнес-клубов. В день он питается как минимум 7 раз, поэтому большую часть еды старается приносить с собой на работу. Признается, обедать в кафе и ресторанах, особенно после двух месяцев карантина, попросту не по карману. Все цены изменились, даже не только я, чуть-чуть, наверное, весь народ чувствует. Потому что цены подскочили, сейчас зарплаты, как видите, на месте стоят. И везде сокращение идет. У нас как у тренеров, ну, чтобы форму держать, ну, хорошую спортивную форму, нужно побольше белка кушать. Я раньше позволял себе больше мяса, ну, красного мяса. Сейчас, конечно, уже мы чередуем, и курицу, больше курицы, это очень сказывается на наши доходы, все сказывается. Тщательно продумывать список покупок привыкла и молодая семья Мухамеджановых. За продуктами они ходят один раз в неделю. В каждый такой поход в корзине оказывается только самое необходимое. Молочные продукты, крупы и хлеб. Ни о каких излишествах речи не идет. Но все равно в чеке всегда кругленькая сумма. На еду у семьи уходит не меньше половины бюджета. 150 тысяч точно уходит в месяц. Мы не покупаем овощи, фрукты, мясо не покупаем. Это только продукты покупаем. У нас все деньги, которые мы зарабатываем, уходят только на жизнь. То есть оплата квартиры, продукты, все, как бы, ну, накопить ничего не получается. Большая часть казахстанцев после карантина вынуждена была затянуть пояса потуже. По результатам исследования Бюро Демоскоп у 60% граждан уменьшился доход. О внушительных тратах на продукты говорили и в стенах Можелиса. По данным счетного комитета мы пройдаем половину своей зарплаты. В расходах населения увеличилась доля продовольственных товаров до 50%. В развитых странах этот показатель составляет порядка 10%. И даже в России и Беларуси он не превышает третий расходов граждан. О чем это говорит? Доходы населения наполовину проедаются. И у населения отсутствует возможность увеличения своих сбережений, что, собственно говоря, является также стимулом для развития экономики. Карагандинский таксистер Кенталхат ничего хорошего в этой ситуации не видит. Карантин лишил его возможности зарабатывать. После снятия ограничений никаких свободных денег в семье не осталось. И теперь они откладывают даже на еду. На данный момент я откладываю только на еду. Вот мы ее собираем, потом мы тоже едем с женой на рынок, а покупаемся только продовольствием. А дела же вот такие нет, только на еду. И если остается, ну, конечно, кредит закрываем. У мужчины все-таки есть возможность обеспечивать близких хотя бы необходимым. А вот у Гаухарба и Мухамедовой денег на жизнь нет совсем. После развода у 25-летней женщины на руках осталось трое детей. Бывший муж участия в их жизни не принимает. Помощи от родственников тоже нет. Раньше она торговала рыбой, но сейчас рынок не работает. И Гаухар вынуждена просить в ближайшем магазине продукты в долг. Меньше двух тысяч у меня нет. Больше всегда. Два пятьсот или три тысячи вводят. А сегодня я купила йогурты. Четыре штуки. По 80 тенге. Трое уже скушали. Осталась одна. Потом лепешку по 90 тенге штука. Две взяла на сегодня и на завтра утро. Потом пельмени взяла. Взяла молоко. Потом сметанку взяла детям. И пока все казахстанцы в один голос уверяют, что лишних денег нет, на летних террасах уже которую неделю царит ажиотаж. Свободных мест нет ни в столичных, ни в алматинских заведениях. При этом еще до пандемии в таких местах все большую популярность начала обретать возможность отдохнуть в рассрочку. По словам директора одного из баров Алматы, этой услугой клиенты часто пользовались, когда приходили в караоке. Из-за ограничений спрос на еду в кредит немного упал, но полностью не исчез. В среднем от 5 до 10 человек в день. Наверное, влияет тот фактор, что на данный момент студентов нет, так как они все разъехались. Скорее всего, они и пользовались рассрочкой. Поэтому сейчас, если в процентное соотношение, раньше было 30-35 процентов, пользовались услугами рассрочки. Сейчас процентов 10-15 осталось. В том, что львиную долю своего дохода казахстанцы тратят на продукты, экономисты ничего удивительного не видят. По словам экспертов, цены в магазинах регулируют оптовики. Им попросту невыгодны дешевеющие крупы и мясо. К тому же, многие товары мы везем из-за границы. И по ним бьет еще и дорожающий доллар. А чтобы граждане перестали проедать свой бюджет, нужно сделать из продовольственной корзины потребительскую. То есть включить в список самого важного еще и услуги. Это было запланировано нашим парламентом, еще когда прожиточный минимум определяли. В Германии 20% только идет на продукты питания. А все остальное у них идет на досуг, на услуги. Каждый казахстанец озабочен только тем, чтобы выжить. А то, что ему нужен досуг, что ему там культурное развитие, об этом как-то в свое время забыли. Если список самого важного в Казахстане будет состоять не только из продуктов, вырастет прожиточный минимум. А это уже прямая дорога к росту минимальной заработной платы. То есть пенсии, пособий и стипендий. И тогда граждане будут тратить на еду не половину своего дохода, а меньше. Во всяком случае, по официальным данным. Демира Абдрахманова, Аймана Гимбаева, Егерин Бухтаева. Большие новости.